СОЛЕМ СЕМЕЙ 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 СОЛЕМ СЕМЕЙ 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 В Нашей стране, Республика Азастан, с начала года уже заболеваемость кори уже превышает 9 тысяч случаев. В том числе с первого случая данная эпидемиологическая ситуация находится на контроле нашего министра и также главного государственного санитарного врача. С целью дальнейшего распространения заболеваемостью кори, а также в целях профилактики вышло постановление главного государственного санитарного врача за номером 6 от 7 августа 2019 года об иммунизации населения лиц против кори от 20 до 29 лет. Получается, согласно этого постановления, 16 сентября, вот со следующего понедельника, начинается массовая иммунизация лиц. Это, получается, будут иммунизироваться все лиц от 20 до 29 лет, 11 месяцев и 29 лет. Получается, массовая кампания иммунизации включает всех лиц данного возраста, а также включает таких лиц, как военнослужащие, специальный контингент, министерство внутренних тел, Министерство обороны Республики Казахстана, также Комитета национальной безопасности, также следственно арестованных лиц и осужденных. Также от этого приивки освобождаются только те лица, которые получили дополнительную иммунизацию в ноябре месяце 2018 года по настоящее время. Получается, у кого есть две плановые приивки по национальному календарю, все будут прииваться. Освождаются только те, у которых есть постоянные медицинские отводы, также беременные и женщины в периоды лактации. Все остальные должны прииваться против кори. Как на сегодняшний день обстоятельствуют? Как на сегодняшний день? Как на сегодняшний день обстоятельствуют? Продолжение следует... Продолжение следует... Почему именно этот возраст? Да, потому что заболеваемость кори регистрируется в возрасте до 1 года, в основном от 2 до 5 лет, а также среди лиц активного возраста от 20 до 30 лет. Поэтому выбран этот активный возраст от 20 до 29 лет. Где вакцинация должна проводиться? Как она должна проводиться? Вакцинация проводится по месту жительства, лицам по прикрепленным поликлиникам города. Вакцинация проводится на бесплатной основе. На сельской местности предусматриваются выездные бригады. Выездная бригада предусматривает в себе составе которой состоит один врач, одна медсестра и два регистратора. Получается, иммунизацию будут проводить аттестованные лица, которые прошли технику обучения, у которых есть допуск к проведению профилактических прививок. В достоинственный день медицинский персонал нашего города полностью уже аттестован и готов к проведению дополнительной иммунизации. Также, правильно отметили, есть дополнительные, конечно же, приличные кабинеты, есть условия транспортировки вакцин, хранения вакцин и также методы введения вакцины. Приивки будут проводиться в приличных кабинетах, специально оборудованных, где все эти условия холодовой цепи соблюдаются. Поэтому будут проводиться по месту поликлиника в приличных кабинетах. А вышесказанных военнослужащих, медицинских, оборонных, получается, силовые структуры нашей республики Казахстан, они будут проводить по месту работы. Лица, которые работают, например, по вахтовым методам в нашем городе, например, проживают в других районах, они будут прививаться в нашем городе, хоть и не прикрепленные, по месту территориально расположенных, территориальных поликлиниках, и им будут справку, что они получили прививку по месту требований. Вообще сама прививка как-то поменяется? Новое, может, что-то? Да, в планах прививка у нас используется ККП. Вакцина – это включать в себе корь, красную хупаратит. Данная прививка, которая будет пользоваться нами дополнительно, она у нас Ди-вакцина, включает компоненты. Это кори и краснухи, она прошла сертификацию Всемирной организации здравоохранения. Также производство Индии, она сертифицирована и достаточно безопасная для проведения вакцинации. Шолпан Бултабековна, сейчас мы слышим, что будут новшества с БЦЖ, что-то новое. Расскажите об этом. В отношении БЦЖ и вакцины я могу отметить, что с 28 августа 2019 года, настоящего года, приостановлено применение вакцины БЦЖ пяти серий, в том числе 16-37 серий, которая у нас в городе имелась. Других серий у нас не было из этих пяти. Вакцина приостановлена по причине самим заводом-изготовителем, были найдены посторонние вещи в растворителе, даже не в самой вакцине, а в растворителе. Но так как вакцина разводится именно прилагаемым растворителем, поэтому было принято решение заводом-изготовителем эту вакцину приостановить во всех странах, в которые осуществлялась поставка. Всего 33, в том числе и в Казахстане. И в настоящее время, вот уже с 28 августа, прививки против туберкулеза не проводятся. Прививки против туберкулеза проводятся новорожденным деткам, малышам, вот в родильном доме, в срок 0-4 день, как только рождается ребеночек, 0-4 день. И вот у нас планировалось проведение ревакцинации второй прививочки, это деткам в возрасте 6 лет, это учащимся 1 класса. Но так как было принято решение Министерством здравоохранения о приостановлении вакцины, поэтому эта большая компания, у нас ежегодное большое профилактическое мероприятие по ревакцинации детей первого класса в возрасте 6 лет было приостановлено. В настоящее время Министерством принимаются меры по закупу вакцины БЦЖ другого производителя. Она также преквалифицирована или будет проверена в Всемирной организации здравоохранения. И вакцина будет осуществляться, прививки будут осуществляться. По информации, которую я располагаю, к концу года у нас уже вакцина в городе будет. Чем она будет новейшая? Что в ней другого такого? Я думаю, нового там ничего не будет, единственный только завод-изготовитель. У нас вообще на территории города и в республике использовалась вакцина разных производителей. Была и вакцина других производителей. Но вот последние 10 лет мы использовали вакцины японского производства. В настоящее время она приостановлена заводом-изготовителем. Поэтому, по-видимому, будет с другой стороны, другого завода-изготовителя. По заболеваемости? По заболеваемости. Ну вот, благодаря профилактическим мероприятиям, одной из профилактических мероприятий проведения прививок, вакцинации против туберкулеза, заболеваемость снизилась у нас только по городу семьи очень значительно. По республике в целом очень снизилась значительно. Вот я могу отметить, что по семье у нас в 4 раза заболеваемость снизилась, а смертность в 22 раза. Это за последние 20 лет, с 1998 года по настоящее время. Это и позволяет и в целом по республике тоже снизить заболеваемость. Очень высокие темпы снижения у нас и общей заболеваемости, и смертности. Заболеваемость ниже у нас, например, чем в других азиатских странах. Ну, еще, конечно, есть куда расти нам за европейскими странами. Ну, в европейских странах заболеваемость ниже, чем у нас. Ну, вот за последний, например, год, сколько вот взрослых людей было привито? Привито. Да, и детей. Прививаются, да. Детки у нас вот в этом году 8 месяцев было более 5000 привито. В прошлом году было 6,5. У нас все новорожденные прививаются. В прошлом году, в сентябре месяце, когда проводится 3 вакцинация, тоже были хорошие показатели. Более 2000 детей первоклассников было привито. Это очень хорошие показатели. Порядка 50% от всех подлежащих, кому были сделаны туберкулинная диагностика, было привито. Ну, и не могу сказать, что никаких серьезных осложнений, проявлений после прививок БЦЖ, которые использовались, не было зарегистрировано. Ни в целом у нас по городу, но и по республике тоже. Вообще, самопрофилактика какая вот у человека должна быть? То есть каждый сам же кузнец своей жизни, своего здоровья, поэтому... Ну, вот правильно вы задаете вопрос, очень своевременно. Потому что сейчас вот я хотела бы успокоить население, да, мам особенно, которые в родильном доме сейчас рожают и остаются без прививок. Не надо беспокоиться, не надо расстраиваться. Спокойно выходим из родильного дома, перемещаемся, значит, домой и обращаемся к медицинским работникам по наблюдению. Как только вакцина появится, всех будут приглашать, все будут прививаться, да. Ну, я хотела бы порекомендовать вот мамам, которые только родили, да, с малышом пришли домой, значит, ограничить количество лиц, которых... Незнакомых лиц, малознакомых людей. Желательно, чтобы около ребенка были знакомые люди, которые были обследованы на флюорографический осмотр. И в настоящее время у нас тоже было министерством принято решение, что если в семье имеются детки до 14 лет, будет проводиться туберкулинная диагностика этим деткам. Конечно, малыш, если вы говорите в отношении малыша, он не привит, он не имеет иммунитета, у него нет возможности развить иммунитета. Это кашлящие, с какими-то симптомами, вот находиться с ребеночком не обязательно. Все, у кого появляются симптомы, у взрослого человека, обращайтесь в медицинскую организацию, все эти вопросы отработаны. Проведение профилактических мероприятий не вызывает в настоящее время никаких сомнений. У каждого врача есть алгоритм, есть нормативные документы, все знают, как, что необходимо делать. Что нужно делать, что нужно делать, что нужно делать, какие симптомы, которые вызывают подозрение на туберкулез? Это, конечно, кашель в течение двух недель. Как только кашель не останавливается, не может прекратиться никакими-то лекарственными препаратами, однозначно обращаться к медицинской организации. Температура, потливость ночная, усталость, вот при этих симптомах необходимо обращаться. Потом и самое главное профилактическое мероприятие, которое мы освещаем каждый год в марте месяце, в день всемирного борьбы с туберкулезом, это флюорографический осмотр. Рекомендуется его проходить, конечно, раз в год, флюорографический осмотр. Раз в год, да. Раз в год. И то же самое тоже и про кори хотелось бы сказать, да, Пир? Какие симптомы кори? Как вот, да, и как вот самопрофилактику соблюдать человеку? Кори такая инфекция, которая высококонтагиозная, она быстро распространяется. Сточниками инфекции являются больные люди в любой форме заболевания. Получается, она передается воздушно-капельным путем. Также первые симптомы заболевания с момента попадения вирусной инфекции в организм, это она проявляет себя как острая сплетробиусная инфекция, то есть она поражает верхние дыхательные пути, катаральные явления могут быть конъюнктивит, у больного отмечается кашель, также воспаление слизистых. Поэтому затем на третьи-четвертые дни уже поэтапно начинается сыпь. Первое наступает, вначале наступает на голове, на шее, затем на тущу, а также на ногах. Сыпь, получается, у кори идет сыпь поэтапная, начинается с головы, да, нижних конечностей. Вирус кори, он малоустойчив во внешней среде, он быстро погибает при воздействии физических, химических свойств, то есть при воздействии дезинфицирующих средств кислот, она быстро исчезает. Поэтому кроме проведения дополнительной иммунизации, также следует проводить гигиенические меры, то есть как частое проветривание, влажную уборку, генеральную уборку, качественное проведение и применение дезинфицирующих средств. Вот то же самое, допустим, с новорожденным ребенком, да, вот, что панику не создавать с мамочком, тоже как нужно, если выпишется с роддома, то по месту жительства обращаться к врачу за иммунизацией. А, видите, сейчас получается, мы уже декабрьских детей заканчиваем, с апреля месяца мы уже начали иммунизацию, теперь по национальному календару профприюк, детьи будут получать по достижении одного года, как оплыва цены. До одного года. Один год, а затем шесть лет. Все, чтобы было понятно людям. Действительно, насколько вот важна профилактика и иммунизация вообще в стране от таких заболеваний, очень же важна. Насколько вот наша страна, вот, я не могу сказать, что, конечно, стабильно, прям все здоровы, но насколько вот мы в плане вообще всемирного, по данным заболеваниям-то, на каком месте, все ли у нас вообще нормально, можно сказать. Не совсем же так плохо все, не все же болеют. Давайте я, наверное, отвечу. Иммунопрофилактика – это наиболее эффективное, экономичное и доступное средство в борьбе с инфекционными заболеваниями. В республике Казахстан вакцинация осуществляется против 19 инфекционных заболеваний. Ну вот, могу в отношении туберкулеза сказать, БЦЖ, прививки, да. Проведение профилактических прививок против туберкулеза уже в течение более 50 лет позволяет не регистрировать тяжелые случаи заболевания. Туберкулезный менингит, диссиминированные, которые могут унести жизнь человека за кратчайшие периоды. Вот благодаря прививкам, вакцинации, ревакцинации не регистрируются тяжелые последствия. Ситуация достаточно у нас благополучна в отношении инфекционных заболеваний. Вакциноуправляемых это называется, вот эти все заболевания, вакциноуправляемые, на которых мы можем повлиять с помощью вакцинации. Поэтому в отношении вакциноуправляемых инфекций ситуация достаточно благополучная у нас в республике Казахстан, но и в городе Семей. Таких чрезвычайных происшествий многие годы уже не регистрируются. Ну вот, среди взрослых, среди детей, кто больше подвержен, кто по численности, взрослый или ребенок? Туберкулез у нас регистрируется. Могу сейчас сказать, что среди деток и подростков у нас единичные случаи. Конечно, они связаны с благополучием, с питанием, полноценным питанием. Поэтому всем школьникам я рекомендую полноценное питание, обязательное, сбалансированное питание. Следите за своим здоровьем. Я всегда говорю, ноги должны быть в тепле, не переохлаждаться. Особенно наши детки любят снять шапку и в холодное время бежать по улице. Ну и, конечно, большая часть у нас заболеваний регистрируются среди взрослого населения. Работающее население, активное население. Конечно, одна из причин – это все-таки отношение к своему здоровью. Мини-обращаются, мы пытаемся все работать, не обращаться к медицинским работникам. При наличии минимальных симптомов я рекомендую обращаться к медицинским работникам. Обязательно нужно проводить самопрофилактику. Как ты считаешь, это же очень важно, да, Халужан? Он с бомой рейш-хашанда. Очень хорошо, да, вот что есть такие профилактические меры по таким заболеваниям проводятся у нас в стране. И то, что люди защищены, мне кажется, беспокоиться не о чем. Медицина, она вот идет ногу со временем. И как вот это было раньше, в ранешнее время, мне кажется, сейчас как-то стабилизировалась, да, вот ситуация. Потому что впадать в панику не нужно. Нужно обращаться сразу к врачу. До этого мы и пришли. Да, и вот многие люди даже до сих пор сейчас, у них возникает очень много вопросов по этому поводу. А что, а как, а почему. Ну вот, пожалуйста, люди, специалисты приходят и все наглядно вам объясняют, дорогие телевидцы. В туберкулозном диспансере у нас есть детское отделение, есть еще и взрослое отделение. В настоящее время осуществляется для... В детском отделении оно рассчитано на регион. У нас детки получают лечение из города Ускимена, из города Павлодара. И заболевшие нашего непосредственного города. Ну вот, количество больных у нас значительно снизилось, поэтому детей очень мало. Там единичные больных. Взрослое население у нас сейчас получает лечение. Это больные, которые не могут быть отпущены домой, они получают в стационаре. Отделение у нас 4 отделения, в том числе еще есть костноурологическое отделение. Больных осуществляется лечение в нормальном, обыкновенном, в правильном режиме. И министр Муэнша, рейндж-мейти, да? Усала Дер... Ну, ждет нас телезвитий, который звонит там и ждет, чтобы мы ответили. Доброе утро. Кондактор Ус. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. А почему в культиспанке находится именно в борту? Воздух для какой-то питания. Так, начальную часть не могли бы повторить еще раз вопрос? Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. А почему культиспанке обычно паниликовую находится именно в борту? А, в такой вот, почему, местности находится. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Очень интересный вопрос. Ну так, туберкулез в основном поражает легкие. В основном поражают легкие. И с общего числа заболевших порядка у нас 90% это когда поражены легкие. Есть у нас не легочной туберкулез, когда поражаются другие органы. Но в основной массе это легкие. Ну а для легких что необходимо? Конечно, свежий воздух. А свежий воздух только в местности, где имеются большое количество деревьев. У нас вот одно из лучших туберкулезных учреждений по республике. И месторасположение очень хорошее. Сосновый борт. Не каждый город может похвастаться наличием соснового бора. Такого чистого воздуха. Да. Да. Кстати, да. А вот психологическая поддержка, говорят же, слово тоже лечит. Это очень большое имеет значение. Особенно в настоящее время, да. Вот у нас с 98-го года по республике принята ДОД-стратегия. Курсы лечения очень разные. Есть краткий курс лечения, если форма легкая, на начальной стадии пришел. Если запущено, то тогда уже сроки лечения достаточно длительные. Поэтому психологическая поддержка нужна. Есть психолог, есть врачи. Каждый может больного объяснить. Ему объясняется, что будет, как это будет происходить. И пытаются их морально подготовить. Чтобы больной вступил на лечение с морально подготовленным. Начал его очень хорошо и закончил в здравии. У нас есть еще дозвонившиеся телезрители. Доброе утро. Селени Цветом, доктор Масов. Парага, доброе утро. У меня такой вопрос. Перед летом и зимой дети болеют, как будто по столу заболевали. Не взрослые болеют. А обычно говорят, что это вирусное заболевание. Ну, дети где-то с недели болеют, потом проходят, и вот садик, сходят в садик и опять заболевают. Если ребенок переболел вирусное заболевание, у них должен быть уже пионалитет выработан. Он не должен болеть. И уходит, это очень много шагов, которые берутся. Практливый инженер. Спасибо вам большое, Хадзи Зага. Вот такой вопрос, да, от Хадзи Зага. Почему ребенок вроде лечится, выздоравливает и обратно у него? Он может попадает в эту среду, где опять детки болеют, и как-то он уже должен быть иммуноустойчив. Спасибо за вопрос, очень правильный вопрос, очень интересный даже вопрос, да? И задававший понимает уже, какие-то имеют медицинские уже какие-то... Хадзи Зага про дедушка, он говорил, что у него, по-моему, уже есть... А те, кто имеет много внуков, да, они уже имеют какое-то начальное медицинское образование. Поэтому правильно он говорит, да, значит, количество вирусов, значительно, очень большое разнообразие. Очень-очень большое количество. Особенно вот в преддверии эпидемического сезона гриппа, можно сказать, острых респираторных инфекций, их очень большое количество. Если детки переболевают, у него появляется иммунитет, правильно, он повторно уже не заболевает. Но так как он приходит в организованный коллектив, происходит обмен в той или иной степени, в любом случае происходит обмен своими штаммами. Где-то есть приезжие, они приходят, ребёночка от них получают, да, в семье он получает, он общается. Детки в садике, в школе, они общаются. И происходит обмен штаммами, заболевают, переболевают. Если это вирусное, лёгкое, конечно, вот профилактические мероприятия необходимо соблюдать. Одно из вот профилактических мероприятий – это обыкновенная влажная уборка, я всегда говорю, да. Вирусы неустойчивы во внешней среде. Влажная уборка ежедневная позволяет уменьшить это количество, да. Вот особенно вот эти пыли, частички пыли, да, на которые они оседают, проведя влажную уборку, мы уменьшаем наличие вирусов. Те же самые игрушки в детском садике, где вот детки сидят, столики, кровати. Да, они играют вместе, да, они играют вместе, общаются, контактируют друг с другом. Обычное мытьё рук – это тоже одно из профилактических противовирусных мероприятий. Ну и вот, конечно, правильно говорит задавший вопрос, да, вирусная инфекция. Оно и протекает в короткий период, да, короткий период, особенно в период, когда обострение, когда у малыша у нас вот прям ренит, насморк идёт. Вот такого ребёночка нежелательно даже самому водить, самим даже родителям водить такого ребёночка. И самое простое профилактическое средство – это витаминизация. Укрепление организма в этот период позволит снизить количество респираторных инфекций. Спасибо вам огромное за участие в программе. Сегодня действительно очень интересная тема для наших телезрителей. Вот уже и звонили, и вопросы у них заинтересовались. Действительно, сфера здравоохранения не стоит на месте. Мы рады, что всё идёт на пользу нашему здоровью. Огромное вам спасибо. Какие будут пожелания нашим телезрителям? Клик Теремис Волославов. Барахмет. Я хотела бы в преддверии национальной дне иммунизации, которые начинаются 16 сентября, пожелать всем благополучия. Особенно населению в возрасте 20-29 лет обратитесь к своему врачу по месту прикрепления, получите прививку и будьте защищены против кори. Мамочкам и всем подлежащим, которые в возрасте новорождены, в возрасте 6 лет первоклассника. Через несколько период решится вопрос по приобретению вакцины БЦЖ, и мы будем все защищены против туберкулеза. У вас какие будут пожелания? Мен, деде, артест майтканы, косыламын, арауруды емдеген шағалдын алған дұрыс, сондықтан космыша екпелерді алу керек. Және де, егер де жанағыда жоғарда аталған синтондарда байқырған жағдайда, өз-өзін емдемемемес, бірінші дәргерлік көмекке жүгінген адырс істеп санаймын. Доброе утро, дорогие телезрители и всем тем, кто присоединился, мы начинаем второй час утренней программы Салем Семей. Впереди нас ждет приятное общение с гостями и третий час телевикторина. Для начала узнаем прогноз погоды на сегодня. Прогноз погоды на 10 сентября. Прогноз погоды на 10 сентября. В Ахсуате переменная облачная днем плюс 19, ночью плюс 11. В Айгузе облачная днем плюс 19, ночью плюс 9. В Курчатве ожидается небольшой дождь днем плюс 19, ночью 10 градусов выше нуля. В Исканногорске дождь с грозой днем плюс 19, ночью плюс 10. В Семее небольшой дождь днем плюс 19, ночью плюс 11. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Доброе утро! ДимаTorzok 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 Делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Но самое главное – это просто желание выйти, проехаться. То есть это, может быть, самый недорогой велосипед, но он вполне подойдет для наших покатушек. А вы сами предпочитаете, какой велосипед, на каком ездите? У меня велосипед фирмы «Джант». У меня он на 27,5 колесах, то есть он 28-й скоростной. Такой полупрофессиональный горный велосипед. То есть он подходит и для шоссейных, и для горных. Допустим, если у кого-то, конечно, шоссейный велосипед, он уже для горных таких вот по бездорожью сложновато на нем ездить. Но у нас ребята умудряются, катаются. Ну вот недавно мероприятие «Велозабег» прошел, «Велоледи семей». Кстати, приходили, были у нас в гостях, очень веселые, замечательные, позитивные. Расскажите об этом большом мероприятии. Это еще в виде даже какого-то косплея было. Кто-то переодевался в яркие костюмы. Да, это тоже планировалось как фестиваль. То есть фестиваль не просто пробег, а как фестиваль, который именно будет полукарнавал, наверное, как-то вот в таком ключе, что нужно будет в костюмах приехать. У нас были, конечно, мы искали спонсоров, которые тоже участвовали в организации, которые предоставляли подарки. Был розыгрыш, были лотереи, были даже торги на некоторые, да, были лоты, которые... То есть это был благотворительный забег. Как бы это уже второй год организуется нашей группой, поэтому, ну, на следующий год тоже ждите. Это уже будет ежегодно, да, вот в таком моменте? Ну да, как бы, коль уж уже пошла, пошла эта мода на велозабеги. То есть каждый раз хочется сделать что-то интересное, что-то яркое. Но в нашем городе не так много каких-то таких мероприятий, которые можно заинтересовать людей, чтобы где-то поучаствовать, что-то провести в городе, чтобы это заполнилось, чтобы объединить именно город. Поэтому, ну, на сегодняшний день велоспорт у нас набирает обороты, что очень радует, да, из такого маленького очага, да, вот уже разгорается большой костер. Просто, да, даже если брать Алмату, Нур-Султан, у них каждый сезон проходят какие-то марафоны, тоже вело какие-то забеги проходят. И хотелось бы, конечно, чтобы и в нашем городе вот каждый сезон, допустим, детний, осенний, зимний, весенний, чтобы проходили какие-то вот такие марафоны, соревнования, в которых именно после таких вот марафонов и в нашей группе идут больше, ну, пополняется наша группа, ну, наших инициаторов, да, активная наша группа. Вот, ребята иногда приходят, своих друзей приглашают. Ну, вот ожидали ли вы, что вот столько вообще захотят людей поучаствовать в данном мероприятии? Потому что по всем соцсетям было очень много и красочно. Действительно, редко вот в городе, когда увидишь такое масштабное, красочное, яркое шоу, ну, вроде бы... Планировали так. Пришли люди и очень хорошо поддержали это. Да, ну, это планировалось, конечно, сразу уже были оговорены условия, что это будет масштабно, что нужно будет привлечь больше людей. И, соответственно, мы уже готовились, у нас были номера для каждого участника, их было уже около 500, потому что мы ожидали такого количества, да, мы везде были посты, репосты, то есть это все в соцсетях, везде распространено. Ну, все, для детей, у меня есть возможность для молодежи процесс, которые были чето, чтобы у молодежи проснулась любовь к велоспорту, вообще здоровом уровне жизни, как-то планируете или у вас уже есть какие-то мастер-классы или собрания, чтобы мотивации молодёжи, чтобы не сидели там на диване, а вот шли и занимались спортом? Нет, таких мастер-классов у нас нет, потому что если у человека нет, не возникает самого желания, то это хоть можно прочитать кучу лекций. Бесполезно. Это будет бесполезно, просто это должно прийти, я считаю. Сожечь, может быть, чем-то надо. Вот как раз-таки именно личным примером многие у нас и зажигаются этим. Иногда даже у нас просто в группе сперва они заходят как наблюдатели, то есть они просто наблюдают, наблюдают, потом смотрят, как у нас у ребят это всё классно проходит, они уже там покатушки какие-то выехали, там пикничок сделали, шашлыки, собрались возле реки там, вот, и потом на следующий они уже принимают какой-то, пишут, типа я поеду там, ручками там помашут, что потом уже присоединяются, вот, и, то есть, ну, все только личным примером. Да, конечно. Да, потому что даже говорят же, что дети, им можно хоть как их обучать, но они будут делать ровно то, что делает их родитель. Да, и поэтому точно так же, вот, мы стараемся личным примером, потому что ребята сами катаются, выезжают, больше, допустим, меньше на автомобиле передвигаются, допустим, я летом передвигаюсь исключительно на велосипеде, вот, то есть, и, кстати, могу заметить, что с учётом нашего движения на велосипеде бывает быстрее доезжают, чем на автомобиле. И экономно очень, и для здоровья очень полезно. Преимуществ очень много, то есть, ты поддерживаешь себя в форме, ты следишь за своим самочувствием, вот, и продлеваешь себе активную молодость. Да, и что самое интересное, сейчас участники этой группы, они привлекают своих ребятишек, то есть, уже дети начинают за своих маленьких велосипедиков, да, на какие-то небольшие дистанции ездить тоже, и у нас дети тоже с нами просятся везде, даже в горы мы собираемся, у нас дочь и я с вами в горы пойду. Вот у Нурлана сынок, ему 10, да, или 11 лет? Ему 8 лет, да, это тоже участник. И он тоже на своем небольшом велосипеде, вот, он с нами, допустим, легко преодолевает дистанцию от 46 километров, вот туда-обратно, вот до святого ключа. Конечно, Нурлан ему там подталкивает, помогает ему в какой-то момент, вот, иногда даже меняется велосипедами. Но уже вот дети, смотря на взрослых, на своих родителей, у них уже просыпается желание. Конечно. Участвовать. У нас и сынок, ему сейчас 6 лет, вот, но он тоже, он такой активный, бегает, вот, сейчас просится с нами везде дочь, а у нас занимается сейчас танцами, вот, с нами в горы сейчас просится, поэтому, ну, то есть они смотрят, что мы активные, и они стараются тоже нам подражать. Вот, и точно так же дети у наших клубников, мы тоже иногда вместе, ну, наши друзья, вместе с друзьями, со всеми выезжаем. Участвуем в марафоне, также выезжали в Алматы марафон, участвовали, да, ну, бег, то есть мы бежали в дистанцию 10 километров, кто-то бежал полу-марафон, марафон бежали, В следующий год я планирую пробежать 21 километр уже. 21. Да, то есть к этому уже подготовиться, а после 21, вот, я планирую 40. 42 марафона. То есть вы уже такую цель для себя, так, потихоньку, потихоньку. Конечно, хочу сидеть на месте, жизнь, она идет. Да, жизнь — это движение. Да. Да, 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 да. Вот какие еще интересные мероприятия прошли, вот, кроме марафонов, там, может, что-то еще планируете, что-то интересное, связанное с Summerfest на следующий год? Ну, у нас есть первый год фестиваль Summerfest, то есть в этом году было представлено, по-моему, 8 или 9 дисциплин, а на следующий год это уже будет еще более масштабным, еще больше дисциплин будет представлено, то есть там на следующий год уже идут планы по проведению вот этих мероприятий. Подготовка уже началась. Да, подготовка уже идет, вот, это будет более масштабно, потому что, когда вот мы даже провели этот Summerfest, заинтересовались ребята и там с Павлодара, с Россией заинтересовались ребята, потому что мы тоже общаемся, У нас есть в Новосибирске друзья, которые за нами наблюдают. У них есть свои велосипеды, они там сами по себе катались. И они тоже вместе вот так вот объединились. И там у них был такой велозабег на 300 с лишним километров. То есть с Новосибирска через Барнаул в Алтай. И они участвовали в таком многодневном велопробеге. Да, приятно, что мы примером являемся. С Игорем тоже обсуждали, чтобы съездить на велосипедах до Барнаула. Тоже планируете это? Планируем, да. Ну это сейчас, не знаю, в этом году, наверное, посмотрим. Может быть, в этом году получится реализовать это все. Ну хочется в планах, чтобы город семей как-то вышел уже на международный уровень. Чтобы не только в Казахстане знали, что такое город есть. Что он живет своей жизнью активной. Ну чтобы это было за пределами даже Казахстана. Потому что уже есть определенные моменты, которые... Да, задатки. Задатки, да. А снова заложено. И уже есть определенные успехи. Поначалу вопрос был другим. В ходе марафона в горную и так далее. Случались ли с вами интересные происшествия и так далее? Может быть. Ну конечно случались. Можете рассказать, что это будет? С такой веселой компанией, как не случится. Самые основные происшествия, наверное, это когда у кого-то ломается велосипед. Даже само-то, что ли, собираетесь, и вы катаетесь на велосипеде, это здоровый образ жизни, и вы собираетесь еще с компанией общаться. Это уже интересно. Хотел сказать, что запоминается это общение. Да, общение. Даже вот если брать рутинную работу, да, каждый же на работе, у каждого по работе, и у многих складывается такой дефицит общения. И когда вот на таких вот велопробежках новые знакомства завязываются, то есть и вот это вот общение, то есть приезжаешь заряженным, не уставшим, а заряженным наоборот. И истории, конечно, там у нас, ну всякие разные ситуации случаются. И кто-то доезжает на велосипеде, там что-то с велосипедом случается. Есть такие моменты, когда вызывают мужей там или такси, или что-то еще, чтобы ехать обратно, бывают такие моменты? Есть такие мелочи, что это наше общение, все это... Есть что вспомнить, это же весело, да. Просто у нас, мы уже так много собирались, знаете, вот вы задали вопрос, конечно, так навскидку сразу и не вспомнишь, что это такое. Ну да, вот я же говорю, то, что вот вы собираетесь и общаетесь уже, разговор между людьми, это уже, да, интересно. Мы доезжаем до Святого Ключа, и люди, которые раньше никогда не купались в холодной воде, и мы ныряем все туда вот в купель, в эту холодную воду, вот даже вот этот интерес есть, что все это могут, а почему я не могу. Оказывается, все могут, просто у некоторых такой барьер в голове есть, что... Просто нужно зажечь что-то все. Да, и очень многие сейчас стали уже и в прорубь ныряют зимой, и вот на крещенские морозы, и все на крещение люди ныряют в прорубь. Ну можно сказать, что на сегодняшний день у нас люди в городе активные, нету такого, как раньше, да, вот приходишь с работы, лежишь на диване, смотришь телевизор, да. Это все, мне кажется, уже надо это в сундук, в ящик. Я согласен, это нужно убирать. Это все вот новое, вот новые лица, вот. Ну да, и конечно, активных людей становится больше, но количество неактивных людей еще, конечно, остается большим. Вот, но будем надеяться, что у нас будет, как вот смотришь иногда по телевидению, когда на площадях собирается там несколько, там сотен человек, несколько тысяч человек делают зарядку все вместе. Вот, думаю, может быть, и в Симпланетске мы такую же сделаем, такой же флешмоб. Почему бы и нет? Да, вот, мы как-то, мы были на мероприятии, и у нас там в Минске мы 6 тысяч человек делали зарядку, вот, и эта зарядка попала в книгу рекордов Гиннесса. Да, вот, и мы думаем, почему бы нам этот рекорд здесь в городе нашем не побить. Ну, вообще, вот, вы говорите, большинство людей все равно вот остаются как-то вот без движения, да, вот. Что вот нужно в себе зажечь этим людям, как-то вот, чтобы измениться, вот, даже просто выйти на улицу после работы, погулять, что-то изменить вот в жизни, чтобы было стало интересно. Поменять отношение к себе. Чтобы не скучно было жить. Да, просто нужно взять и выйти на улицу, вот, взять, прийти после работы. Если есть ребятишки, взять ребятишек, пойти, у нас такой чудный остров. Лес. Да, можно выехать в лес погулять, погулять в сквере победе, то есть, у нас есть места, куда можно выехать, вот, куда можно сходить. Просто это нужно взять и подняться. Очень жаль, что зачастую люди задумывают, начинают что-то делать, когда уже есть определенные проблемы, может быть, с самочувствием, здоровьем, да. Только тогда начинают что-то делать, вот. Да, просто даже нашим личным примером, наша мама тоже заразилась нашим образом жизни. Вот всю семью уже подтянули. Она у меня и самочувствие свое улучшила, сейчас ходит в тренажерный зал, до этого 53 года она не ходила в тренажерный зал, тут пошла в тренажерный зал сама. И опять же, тренажерный зал она идет для общения. Она там познакомилась с несколькими ребятами, они вот там вместе тренируются. Вот, а как вы говорите, что нужно сделать, просто нужно желание что-то изменить в своей жизни. Потому что серые будни, они утомляют. Да, коллектив. А когда у тебя каждый день новые лица, когда ты с новыми людьми общаешься, с новыми людьми знакомишься, как-то интереснее становится. Да, ну и жизнь не скучно протекает, работа дома, вот она, вот какой-то интерес, какая-то яркость, вспышка должна быть в жизни, мне кажется, каждого человека. И это независимо от возраста. Да, у нас абсолютно разные возраста. Потому что у нас такой менталитет, то что вот наши бабушки и дедушки как бы к этому, не знаю, будут скептически относиться. Ой, а что, а я там нет. Вот у нас, допустим, даже в группе есть девушки и 50 лет, и 55 лет есть с нами, выезжают. Очень даже приятно смотреть, когда всей семьей выезжают, например, мама привела свою, ой, дочка, свою маму привела ей 53 года, они вместе тоже выехали на велопробежку. Чтобы не на автобусе ехать, они сели на велосипеды, проехали на велосипеде, допустим, то есть больше активности, лучше самочувствие. Ну вот в вашей жизни появился вот этот спорт, да, плюс еще работа, какие-то домашние дела. Вы же еще очень хорошо распределяете время и работа, домашние дела, и чтобы еще и приятно... А просто из-за этого люди и боятся, ой, а когда я успею, у меня там домашние дела, там работа. Многие себя ограничивают, потому что, типа, времени не хватает. Начинается вот этот барьер со временем. А можно все успеть распределить время? Конечно, можно. Допустим, мы уже, я вот 9 лет просыпаюсь, ну, в 5, полшестого, то есть какие-то свои дела, я сейчас лучше сделаю в утреннее время. Вот, и больше, то есть у меня функциональность, как работоспособность больше, да, времени, которое я могу выделить. И всегда можно в таком графике найти час времени, многие не нужно там весь день планировать, чтобы куда-то сходить. То есть одного часа вполне достаточно, чтобы выйти на пробежку, там, 15 минут до места, там, полчаса у нас ребята иногда вместе катаются, все, и потом разъезжаются по домам. Ну, если так разобраться, сейчас очень много времени тратится на соцсетей. Если бы в них не зависали люди, то, может быть, у них было больше времени на себя. Очень много затягивает людей интернет. Это точно. Лучше ограничить себя в интернете, ночью поспать, утром проснуться в 7-8 часов на пробежку, вот оно, заряд. Нежели, чем ты будешь до часу ночи. Вот, я утром езжу уже рано, уже в 6.30, там, я выезжаю на велосипеде, я смотрю, что сейчас вот в парках очень много людей вот там с палочками, то есть скандинавской ходьбой. Кто-то бегает, вот, ну, как правило, это вот летом вот прям видно, что люди занимаются и тоже вместе где-то кучкуются уже, стараются. Это хорошо, что есть у нас прогресс по здоровому образу жизни. Огромное вам спасибо за участие в программе. Очень интересная тема для наших телезрителей. Поэтому, посмотрев на таких активных людей, я думаю, дорогие телезрители, не сидите дома, занимайтесь спортом, занимайтесь здоровым образом жизни. Здоровье у нас одно, жизнь у нас одна. Жизнь одна. Да, да. Какие будут у вас пожелания, вот, жителям города? Пожелания, наверное, обычные, полюбить себя в первую очередь, тогда и найдется время на себя любимого, чтобы уделить себе время заняться собой, вот, спортом, вот, чтобы было лучше самочувствие и больше энергии. Ну, я со своей стороны хочу пожелать, самое главное, начните. Начните что-то делать, да, сделайте первый шаг, не сидите дома, это затягивает. Вот, я желаю вам, чтобы вас всех затянуло. Огромное вам спасибо. Продолжение следует...